С вами Николай Пивненко в проекте Дата. 5 мая, Международный день борьбы за права инвалидов. В этот день в 1992 году представители 17 стран Старого Света провели мероприятие, которое было посвящено борьбе за соблюдение их прав. Акция получает поддержку общественности и становится традиционной. Сегодня же Международный день акушерки. В настоящее время его отмечают более чем в 50 государствах, в частности и на территории России. Ключевая задача мероприятия проста – информирование общества о значимости профессии акушерки. Как вы понимаете, с этим мало кто поспорит. Сегодня день водолазов России. Они контролируют действия подводных сооружений, устройств, ремонтируют их, следят за состоянием гидротехнических сооружений, кабелей, расчищают дно акватории и портов, обслуживают и ремонтируют корабли, проводят спасательные работы. И еще день шифровальщика сегодня в России. Данная служба занимается усовершенствованием способов засекречивания информации и разработкой новейших методов, чтобы враг не смог ничего прочитать. О родившихся в этот день, 1818 год, в этот мир приходит Карл Маркс, основоположник научного социализма, экономист, мыслитель и революционер. Знаменитый немецкий философ известен прежде всего как один из основателей коммунистической идеологии. Однако мало кто знает, что он оказал огромное влияние и на современное, обычное трудовое законодательство. 1830 год, в этот мир приходит Джон Стэтсон, американский предприниматель, производитель шляп. В 1865 году начинает свое дело, имея на руках всего 100 долларов. Спустя 20 лет на фабрике Стэтсона работают 3,5 тысячи рабочих, а к концу его жизни фабрика ежегодно выпускает 2 миллиона шляп. Эти шляпы Стэтсона носили все, гангстеры, ковбои, президенты, не говоря уже о героях Гарри Купера и Хэмфри Богарта. 1846 год, день рождения Генрика Сенкевича, польского писателя, нобелевского лауреата 1905 года, автора исторических романов «Крестоносцы», «Потоп», «Пан Володеевский», «Огнем и мечом». Борис Розинг, 1869 год, ученый, осуществивший в 1911 году первую в мире телепередачу по системе с электронно-лучевой трубкой, приходит в этот мир. А в 1877 году родился Георгий Седов, русский полярный исследователь. Пытался достичь на собачьих упряжках Северного полюса, но скончался в пути. 1934 год, день рождения народной артистки СССР Марии Биешу, молдавская певица, очень известная лирико-драматическая сопрано, лауреат Госпремии и Ленинской премии СССР. 1940 год, день рождения Леона Измайлова, писателя-сатирика, а в 1943 году родился испанский певец и актер Рафаэль. Его концерты в СССР стали настоящим событием в жизни Москвы и Ленинграда. В столице ему была предложена самая крупная в то время концертная площадка, рассчитанная на 14 тысяч зрителей, дворец спорта в Лужниках. Здесь он дает 4 концерта, потом дополнительно еще один в театре эстрады закрытый и еще три концерта в театре опереты, затем еще два в киноконцертном зале «Октябрь» и еще один концерт для студентов в МГУ. О событиях этого дня. 1525 год. Крестьянский мятеж в Южной Германии подавляется и Томас Мюнцер будет повешен несколькими днями позже. Мюнцер немецкий проповедник времен Реформации. Он выступает против греховного уклада жизни, противопоставляя ему евангельский идеал. 1764 год. В Петербурге по указу императрицы Екатерины II основывается воспитательное общество благородных девиц и при нем училище для мещанских девушек, так называемый Смольный институт. Первое в России женское воспитательно-образовательное учреждение. В институт брали девочек 6 лет. Обучение длилось до того, как воспитанницам исполнялось 18 лет. Телесные наказания в институте не применялись. Помимо содержания за государственный счет, многие девочки еще имели право различных стипендий от царской семьи и различных аристократов. 1919 год. Основывается Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Ныне Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца. 1925 год. В американском городке Дейтон в штате Теннесси арестовывается 24-летний школьный учитель Джон Скоупс. Он осмелился преподавать запрещенную законами штата эволюционную теорию Чарльза Дарвина. Судебный процесс, который начнется через два месяца, назовут обезьяним. И он, этот процесс, привлечет внимание всего мира. 2000 год. Парад планет ровно в полдень по московскому времени. В одну линию выстраиваются Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Земля и Солнце. Столь необычное явление случается раз в 50-100 лет. И в последний раз аналогичный парад наблюдался в 1962 году. Ну и последнее. 1921 год. Выпускаются духи Шанель номер 5. Все началось с того, как Дмитрий Романов, да-да, внук Александра II, будучи фаворитом Габриэль Шанель, познакомил ее с Бо Эрнстом Эдуардовичем, который ранее занимал должность придворного парфюмера династии Романовых. Тот знакомит Коко с альдегидами, после чего она решается на создание собственного аромата. Бо берется за работу. Появляются несколько ароматов, каждый из которых был пронумерован. Коко выбирает образец под номером 5. В его состав входило около 80 ингредиентов. Шанель была довольна результатом. Она получила именно то, что ожидала. А мы получили историю, причем целую историю, как оказалось, опять же, с российским следом, но очень ароматным. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова